Первый случай заражения коронавирусом в Кыргызстане зарегистрировали в середине марта 2020 года. Власти вели локдаун на два месяца, но весна с эпидемиологической точки зрения оказалась спокойной. Настоящая волна пандемии накрыла страну только летом. Тогда, по сравнению с весной, число случаев заражения увеличилось в 10 раз. Люди болели дома и пытались лечиться самостоятельно. Некоторые умерли прямо на порогах больниц, в которых так и не приняли. Койко-мест, как и оборудование и персонала катастрофически не хватало. Вся тяжесть борьбы с коронавирусом легла на плечи рядовых граждан и медиков. Волонтеры разводили нуждающимся лекарства и кислородные концентраторы, обеспечивали медиков средствами индивидуальной защиты. А те, в свою очередь, круглосуточно спасали пациентов. В июле Кыргызстан как минимум шесть раз возглавлял ежедневную мировую статистику смертности. По мнению межведомственной комиссии по коронавирусу, многие люди погибли из-за безответственности чиновников. Власти не подготовили стационары, не закупили лекарства, медоборудование и всячески бездействовали. При том, что на борьбу с эпидемией доноры выделили Кыргызстану почти 214 миллионов долларов. Также, по данным комиссии, реальное количество смертей в четыре раза больше официальных данных. По официальной статистике, на сегодняшний момент в Кыргызстане 86 тысяч 640 случаев заражения коронавирусом. 1476 человек скончались. Как и в Кыргызстане, пик заболеваемости в Казахстане пришелся на лето. Больницы быстро заполнились пациентами. Люди лежали в коридорах, у медицинских лабораторий и аптек выстраивались длинные очереди. Образовался дефицит лекарств. Препараты можно было найти на черном рынке, правда, намного дороже. Увеличилась и смертность. Дошло до того, что в крупных городах людям, чтобы забрать тела близких из моргов, приходилось ждать в очереди по несколько часов. В атмосфере повсеместного траура и бушующей болезни власти решили отпраздновать День столицы, совпадающий с днем рождения первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Вечером 6 июля город Нурсултана зарели пышные салюты. Казахстан долго не включал в общую коронавирусную статистику больных и умерших от пневмонии. Вести учет таких пациентов власти страны начали только 1 августа. Медики и международные организации обвинили официальный Казахстан в манипулировании данными из-за нижения реального количества жертв COVID-19. По официальным данным, на сегодняшний момент в Казахстане 269 599 случаев заражения коронавирусом, 3468 человек скончались. О первом заразившемся COVID-19 узбекистанце стало известно 15 марта 2020 года. В стране сразу же создали карантинные центры, в которых менее чем за неделю оказалось более 28 тысяч человек. Ситуация быстро вышла из-под контроля, скорая помощь не успевала приезжать к пациентам. Те немногие, которые все же дождались неотложку, зачастую так и не попадали в больницы. Врачи неоднократно обращались к властям с просьбой обеспечить их средствами индивидуальной защиты, Докторам из красных зон не выплачивали компенсации, задерживали зарплаты и вынуждали подписывать отказ от предъявления каких-либо претензий к правительству в случае заражения коронавирусом. Согласно неофициальной информации, пандемия унесла жизни более 500 узбекистанских медиков. Официальный сам Ташкент о смерти врачей не сообщает. По официальной статистике, на сегодняшний момент в Узбекистане 80 268 случаев заражения коронавирусом, 622 человека скончались. Таджикская служба радио «Свобода Азади» сообщила о первых случаях заражения коронавирусом в конце марта 2020 года. Душанбэ официально признал наличие COVID-19 в стране только через месяц, накануне приезда экспертной миссии ВОЗ. Официальное лечение от COVID-19 в Таджикистане было бесплатным, однако на деле почти за все пациентам приходилось платить самим. Местные жители рассказывали журналистам, что тратили на терапию от 400 до 1000 долларов. Несмотря на явное нежелание признавать наличие инфекции в стране, власти Таджикистана по возможности поддерживали население. Вели льготы и налоговые каникулы для малого и среднего бизнеса, а также выделили единовременную помощь в размере 39 долларов. В начале 2021 года президент Имамали Рахмон объявил о том, что Таджикистан победил коронавирус. Последний официальный случай COVID-19 в Таджикистане зарегистрирован в середине января. При этом журналисты и эксперты официальные статистики не верят. Слишком подозрительно звучали одинаковые цифры. Каждый день на протяжении нескольких месяцев Минздрав сообщал примерно о 40 заразившихся в сутки. По официальной статистике на сегодняшний момент в Таджикистане 13 308 случаев заражения коронавирусом. 90 человек скончались. В Туркменистане коронавируса нет. Во всяком случае, так утверждает власть одной из самых закрытых стран мира. Не нашла вирус в Туркменистане и комиссия ВОЗ. В свою очередь, независимые СМИ утверждают, что COVID-19 в стране есть давно, и от него скончалось немало людей. На условиях анонимности врачи рассказывали журналистам, что минувшим летом только в Ашхабаде от коронавируса в неделю умирало около 140 человек. О наличии коронавируса в Туркменистане также говорят косвенные признаки. Например, тела умерших от пневмонии из больниц родственникам выдают в черных пакетах и не разрешают их вскрывать. А тех, кому удается попрощаться с близкими, отправляют на карантин. При этом в Туркменистане действуют строгие ограничения, а людей заставляют носить маски. Власти объясняют это угрозой вредной пыли Саральского моря. Тестирование на коронавирус в Туркменистане есть, но справки с положительными результатами на наличие вируса на руки не выдаются.